Ребят, всем привет! Всем доброе утро! Я рада вас видеть на моем канале. И сегодня у нас внеочередное видео. Это будет влог. Влог про мои новые волосы. В общем, меня тут осенило, что я бы хотела что-то новое сделать со своими волосами. Точнее, я бы хотела оставить то, что у меня отросло моего натурального русого, пепельного. Я надеюсь, что это выглядит как пепельный цвет. Но я понимаю, что уже то, что вот эти остатки краски, они выглядят не совсем как-то аккуратно на моих волосах. Я бы хотела как-то это все выровнять. И сегодня я пришла в Академию Лореаль, где меня покрасят. Причем покрасят технолог бренда Матрикс. Карина. Вот, ребята, это Карина, с которой мы сейчас познакомились. Уже обсудили настоящее и будущее моих волос. И хотела, Карина, задать вопрос по поводу того, как вообще отрастить красивый русый пепельный цвет. Точнее, не как отрастить, а как дождаться того момента, когда это уже будет полная длина. Ну, я так понимаю, речь идет именно в окрашивании, когда делается как-то тотал цвет, без переходов, вот прямо в один тон. Как из этого уйти? Да. Ну, самое главное в этом моменте, это уйти от кардинальной разницы между своими волосами и окрашенными. И в этом случае поможет именно растяжка. Это сейчас, в принципе, очень популярно делать переходы от своих к более светлым волосам. Если вот эта растяжка есть, то гораздо проще это все потом отрастить. Потому что ее можно сделать, и потом год ходить ничего не делать. И уже много что отрастет. Ну, будет эффект выгоревших волос. Дальше ходишь, отращиваешь. Ну, кстати, многие девчонки пытаются сделать самостоятельно, там, красками из масс-маркета. Это и я сама много лет пыталась это сделать. Но это невозможно, по моему мнению, потому что в масс-маркете очень мало красок. Я думаю, что те, у кого русы цветет волос, те знают об этом. Которые именно холодных оттенков, русых. А если они есть, то потом это все равно все в рыжих какой-то начинает вымываться. Да, это действительно так. Дело в том, что масс-маркет, он не рассчитан на индивидуальный подход. Он рассчитан на стопроцентное попадание в результат. То есть тебе нужно покраситься. Ты купила, ты покрасивайся. Там не рассматриваются тонкие у тебя волосы, толстые, темные, светлые. Тебе нужен результат. Стань светлее. Вот, на, иди, стань светлее. И часто бывает так, что многие красители рассчитаны на то, что тебе, допустим, не только надо делать окрашенную, но и закрасить седину. И они достаточно мощные, чтобы еще седина была покрыта. Далеко не всем девочкам это вообще необходимо. Седы, собственно говоря, нет. У нас обсуждение. Это так, первый момент. Второй момент. Есть красители, которые рассчитаны на рассветление. И, допустим, они могут быть недостаточно мощные для какой-то девушки. И она вроде осветлила им, но недоосветлилась. И остались волосы недоосветленными. И вроде пигмент уже смылся там. Даже через две недели это возможно. И вот вышел естественный оттенок осветленных волос. Да, он может быть и рыжим, и желтым, каким угодно. Вот такие вещи, как осветление, это очень индивидуально. И, пожалуйста, не экспериментируйте в этом никогда. Если у вас нет средств или времени это сделать, лучше не делать ничего. Ходите с входами, накопите на мастер, сходите к нему один раз. Скажите мне, я один раз приду, и потом только через год сделайте на какой-то окрашенную. И вот лучше так. Ну вот, кстати, получается, на самом деле, действительно выгодно, что раз в год можно сделать вот эту растяжку, и все. И потом окрашивать. А я-то думала. Я-то сколько лет потратила на краски из масс-маркета. А вон она укачивает. Ну, там еще много, конечно, сложностей. Много таких вещей, которые сразу не вскроить. Например, для того, чтобы было более качественное осветление, добавляется много холодного пигмента в краситель. Чтобы он, по факту, не вышел желтым или оранжевым. И когда этот краситель попадает уже на осветленные волосы, выходят нежелательные результаты в виде синего и зеленого. И вот мы видим таких девушек, которые в корне желтые, а здесь вот такой синий-зеленый. Я такой была. Да, это такая типичная ошибка. Лучше ее не совершать. Не советую. Вот, ребят, мои исходные волосы выглядят сейчас вот таким образом. Карина мне сказала, что у меня, во-первых, волосы не тонкие, а во-вторых, они очень даже неплохого качества. Я прям сильно довольна. Так что сейчас мы начинаем красить и посмотрим, что будет дальше. Ребят, я сейчас пребываю в таком промежуточном состоянии. Мы делаем на моих волосах растяжку. Это значит, что корни останутся свои. Здесь немножко будет смягчен переход. И концы тоже останутся такими, какие они есть сейчас, то есть светлыми. Просто мы попытаемся сделать так, чтобы переход от своих волос к осветленным концам был намного более мягким, чем он есть сейчас. И попозже вам покажу, как это будет выглядеть. Ребят, вот что получилось. И я сейчас постараюсь вам еще показать с разных сторон то, что вышло в результате. Мне кажется, просто потрясающе. Супер естественно выглядит. И посмотрите, вот это неокрашенные волосы. И дальше вот здесь уже есть растяжка цвета. То есть очень плавный переход, как будто волосы просто сами выгорели на солнце. Кроме того, мы еще делали все это с услугой, которая называется бондинг. Это система защиты волос при осветлении и окрашивании. И посмотрите, какие кончики стали. Они как будто стали намного более плотные, чем были до этого. Ну, мы их еще немножко постригли. В общем, я очень довольна. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит еще и сзади. Да, давай посмотрим, что сзади. Давай, так, чтобы прям видно. И они как будто, знаешь, длиннее у тебя даже стали, твои волосы. А вот прекрасная Карина Котова, замечательный мастер и технолог Матрикс, которая сегодня меня красила, стригла. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня со мной сделала? Что такое бондинг? Да, все услуги, которые мы сегодня делали для воли, мы делали с услугой бондинг. Бондинг – это новая услуга, которая появилась в салоне в этом году. Ее основная суть – это очень мощная защита волос во время любых химических процессов. Осветление, тонирование, уход как самостоятельно тоже можно с ним делать. Что самое главное дает эта услуга, бондинг? После того, как вы сделали, неважно, что с волосами, вместе с этой услугой, они становятся толще, плотнее. Мы сегодня это прям, думаю, хорошо заметим, но осанно. Они становятся блестящими. По качеству они становятся только лучше. И самое главное, что это дает, это возможность меняться хоть каждый месяц. Надоел цвет, осветлили, сделали новый оттенок. То есть, это жизнь без награничений со своими любимыми волосами. Прям вот с кончиков, как они блестят и переходят в плотные корни. В общем, волосы вам продемонстрировала. Уже и для инстаграма нафотографировалась. Сейчас пойду домой. Мы с вами продолжим сегодняшний влог еще дома. Ребят, привет с того момента, как мы последний раз с вами встречались. В тот день, когда я хотела красить волосы. Прошло уже некоторое время. И я хотела вам рассказать про результаты. Мне вообще очень понравилось, как меня покрасили, как меня постригли. Потому что сейчас прошло, наверное, уже недели три или даже больше. И, в принципе, я не вижу ничего, чтобы волосы как-то испортились. Но, в принципе, мы не делали ничего, что теоретически могло бы их сильно испортить. Тем более, там еще была защита. И сама вот эта процедура бондинга, она очень хорошо защищает. Ну и, в общем, волосы выглядят очень даже хорошо. Сейчас я снимала вот этот макияж для канала Makeup.ru. И для сайта Makeup.ru. Если кто-то не знает, я периодически пишу для этого сайта статьи. Плюс я еще снимаю видео для иллюстрации этих статей. И хотела вам показать, какой тут у меня бардак. Надеюсь, что вам будет интересно. Вообще, когда снимаешь макияжи, это всегда в кадре все смотрится так. Ну, чем-то там она накрасилась. На самом деле, если бы вы видели, что происходит в это время на столе, то это полный кошмар. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, какие тут грандиозные завалы вот этих всяких кисточек и всего, что я использовала в самом видео. Ну, потом как-нибудь зайдете на Makeup.ru и посмотрите, что же там в результате у меня получилось. Ну, в принципе, вы сейчас это у меня уже видели на лице. И хотела вам еще показать. Я, кстати, как-то в каком-то видео вас спрашивала, какие вы хотите потестировать кушоны. Помните, у меня было видео про различные кушоны. И очень много было голосов, в принципе, за вот этот Айопе. С Херой не очень многие захотели смотреть. И также было, по-моему, много Эйприлскин и вот этот вот кушон Лобиот, который похож на Медвежонка. Вот. А, про Клею тоже писали. Ну, в общем, практически про все написали. Наверное, про 5 из 7. И в ближайшее время постараюсь обязательно сделать, ну, по крайней мере, самые-самые интересные. Вот мне лично больше всего интересно показать вам Айоп, потому что он мой самый любимый Эйприлскин. И, наверное, Клею, потому что у него очень плотное покрытие. А сейчас хотела вам еще показать последние пиар-рассылки, которые приходили от разных брендов. И кое-что еще очень важное. Сразу же отложила кисти, которые мне нужно помыть, потому что я просто ненавижу. Знаете, бывает такое, что одну какую-нибудь ты случайно поставил в ту же баночку, где стоят все остальные, потом ты за нее схватился, она грязная. Я это очень не люблю. Я люблю, когда все сразу чистенькое, поэтому нужно все сразу откладывать. И хотела вам показать две рассылки от Клиник и от Smashbox. И, в общем, посмотрим с вами вместе, что там внутри. Итак, первый я открыла Клиник. И, как вы видите, они прислали три своих самых популярных увлажняющих крема. Вот этот Moisture Surge, который мне не нравится. Я вам про него говорила. Я недавно еще снимала видео, где показывала вам сыворотку и говорила, что мне она вообще не понравилась. Но, в принципе, эта линейка мне вся не подходит. А вот это мне очень нравится. Средство, я прям его очень люблю. Очень рада, что они его мне прислали, потому что у меня когда-то был маленький флакончик, он быстро кончился, но я прям была в полной восторге. И вот этот из серии Pep Start тоже мне нравится. Хотя, по-моему, мне желтенький больше понравился. Вот есть такой же, точно желтый. Но давайте посмотрим, как все это выглядит. Это что это? Это что-то там важное, наверное. И вот что здесь внутри. Сам этот крем. И также здесь еще они положили разные приятные штучки. Вот это, например, какой-то прибор для того, чтобы его вместе с кремом использовать на лице. Также вот этот крем, который мне очень нравится. Наконец-то я к нему вернусь. Прям уже очень жду. И еще вот этот Pep Start голубой. Кстати, я думаю, сейчас уже у большинства людей есть вот такие штучки. Это лампа для селфи, чтобы, ну, немножко посимпатичнее выглядеть на селфи. Получить хорошее освещение. А теперь давайте посмотрим вторую рассылку. И это будет Smashbox. И тут у нас много-много декоративной косметики. Итак, откроем эту коробку от Smashbox. Посмотрим, что там внутри. Внутри сразу нас встречает извещение, что они запустили Инстаграм в России. Smashbox Russia. И также здесь еще написано, что можно выкладывать свои селфи с продуктами Smashbox. И лучшие селфи с макияжем с их продуктом появятся в их Инстаграм. Так что, если вы пользуетесь Smashbox и заинтересованы, то можете так сделать. И дальше нам здесь дают инструкцию, как сделать идеальное селфи. Ну и возвращаемся, собственно, к средствам косметическим. Мне очень понравилась вот эта палетка. Посмотрите, как она переливает. Сейчас я ее достану из упаковки. И мы с вами посмотрим ее внутри. Также тушь для ресниц. Я ее еще не пробовала, ничего сказать не могу. Но у нее очень интересный бархатный колпачок. Помада жидкая. Вот эти помады я вам уже показывала. Мне они понравились. Нужно посмотреть, что это за оттенок. И еще здесь праймер под тенем. И также вот такой вот праймер для лица с эффектом сияния. Вообще Smashbox, конечно, ну так скажем, специализируется на праймерах. Потому что изначально они были разработаны... Эта косметика была разработана именно для фотосъемок. То есть праймеры там имеют большое значение. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, как все это выглядит внутри. Вот праймер. Я, правда, не уверена, что вам хоть что-то видно, но немножко я его нанесла на кожу. Он дает такое золотистое сияние. Ну, мне кажется, это больше такой летний вариант. Хотя сейчас, когда вся загорела, и почему бы и нет. Сейчас давайте откроем помаду. Тоже покажу вам оттенок. И, конечно же, тени. Помада оказалась вот в таком симпатичном... Я даже не знаю, как это, розовый или розово-ягодный. В общем, вот в таком оттенке. Мне нравится. Мне кажется, она мне, скорее всего, будет очень хорошо. Следующее, что я вам хочу показать, это вот эти тени. Ну вот, мне прям очень нравится этот эффект. Помните, в детстве были такие календарики, которые тоже можно было вот так вот двигать, и картинка двигалась. Ну и наклеечки, в общем, всякие такие вещи. Так, открываем тени. И вот, собственно, их наполнение. Это все металлики. То есть все эти оттенки, они очень сияющие. Ну и еще одна симпатичная вещь. Это вот такая тушь для ресниц. Как вы видите, здесь бархатный наконечник. С одной стороны, это очень, ну так, забавно. Но с другой стороны, мне кажется, он такой будет грязный после нескольких использований. Особенно, когда у вас руки в тональном креме, когда вы краситесь. Ну, не знаю. Потом вам как-нибудь расскажу, насколько он быстро износился и испачкался. А сейчас хотела вам показать то, про что я сказала, что это очень важно. Итак, что же это за важная такая вещь, которую я хотела вам показать. Сейчас надеюсь, что я это все не побью, пока буду поднимать. Это вот что. Это серебряная кнопка Ютуба, которую мне прислали как приз, как награду за то, что канал преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков. На самом деле, это случилось еще в январе, сейчас август, и сейчас только она пришла ко мне. Это распространенная проблема с этими кнопками. Очень часто ребятам там год не доходит кнопка. Вы знаете, есть каналы, которые очень быстро начали расти, например, они преодолели 100 тысяч подписчиков, а потом, допустим, уже там через 3 месяца у них было 500 тысяч или больше, а серебряная кнопка им вообще через год дошла. И, в общем, поздравили их со 100 тысячами, когда у них, например, уже миллионный канал. В общем, ребят, хотела вам сказать огромное спасибо. Я, по-моему, во всех своих влогах вам все время говорю спасибо, но это действительно такой момент, ну, я не знаю, такое вот достижение для меня. И спасибо большое, что вы со мной, что вы смотрите мой канал, что благодаря тому, что вы меня поддерживаете и тому, что я вам интересна, я сейчас сижу и держу в руках вот эту вот серебряную кнопочку. В общем, я очень-очень рада. И спасибо еще раз вам огромное за это. Ну, и, наверное, последнее, что я вам сегодня хотела показать, это книга Елены Крыгиной «Макияж». Очень хорошо вписывается в этот влог и вот в эти вот во все декорации. Я эту книгу очень уже давно хотела себе купить, но она такая прям прилично дорогая. Я, по-моему, купила со скидкой за 2 800. Но, честно говоря, она, конечно, стоит того, потому что, во-первых, она вот такой вот толщины, во-вторых, она как бы оформлена в таком альбомном стиле, то есть это как, как это называется, кофе-тейбл-бук, как хорошо сочетаются цвета. И здесь очень подробно расписано, как делать макияж, какие нужны инструменты. Ну, в общем, для всех любителей макияжа, конечно, замечательная вещь и читаю ее с огромным удовольствием. Вот. Так что немножко, знаете, это даже похоже на какое-то хвостовство своим приобретением. Уж больно она мне понравилась. Ребята, я пока для вас нашла только одного. Это младший кот, его зовут Мурзилка. И он просто обожает, когда его вот так вот гладят. Ну, в принципе, как и второй большой кот. Кс-кс-кс. Ну, пожалуйста, пожалуйста, поиграй с нами. Пожалуйста, не уходи. Мурзилке 2 года примерно. Оба они, наших кота, они уличные. Вы не волнуйтесь, я, естественно, вымою эту кисть, которая уже вся в кошачьей шерсти. Кс-кс-кс-кс. Ну, в общем, вы поняли. Довольно сложно снимать котов, когда они этого не хотят. Ладно, все. Все, иди отсюда. Все, иди. Нам уже с тобой неинтересно. Уходи, уходи. Ну, вот это было все на сегодня, что я вам хотела показать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И мы с вами увидимся, скорее всего, уже завтра. Правда, не во влоговом ролике, а в обычном косметическом. Но я надеюсь, что вам все равно будет интересно его посмотреть. Спасибо вам за просмотр. И до новых встреч на моем канале. А я пойду еще немножко котиков кисточками поглажу. А потом мне нужно монтировать видео на завтра. Так что всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok